Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз у меня на канале. Я вас всех очень рада видеть. Сегодня у меня на канале видео о моем новом процессе от фирмы Магия Канвы, которая называется Африка Жирафа. Это видео я снимаю в первый раз за городом. Мы сейчас на даче. Изначально я хотела, вернее, вначале я хотела снять видео где-нибудь на участке, на клумбочках, на травке. Потом я увидела, что здесь соседи, здесь соседи. И что-то мне как-то стало немножечко неудобно. Подумала, вдруг возьмут и подумают, что я какая-то ку-ку. И снимаю видео или что-то делаю. Допустим, говорю сама с собой не. Я взяла, нафиг ушла. Оттуда я снимаю сейчас на кухне вот такие вот миленькие цветочечки. Ну, их, правда, не очень много, но все равно у нас стоят на кухне в вазочке. И сегодня я вам буду показывать свой первый этап своего нового вышивального процесса. Видеообзор этого процесса я вам уже показывала. Но видеообзор у меня очень долго просили показать, ну, эту работу, так сказать, поближе, показать, что внутри. Вот. И поэтому я давно, ну, в принципе, достаточно давно его сняла. Но я все никак не выкладывала, не выкладывала. Вот. Но когда я снимала этот видеообзор, у меня мысли, я уже говорила, начинали так немножечко, так сказать, закрадываться в голову. Почему бы, собственно, его не вышить и так далее. Вот. Но так как я вот сейчас приехала на дачу, соответственно, мой парусник остался в городе. Ну, скорее всего, привозить я его сюда не буду, потому что это хлопотно. И мой новый станок остался там. Вот. И остался мой настольный станок, поэтому мой маячок движется очень-очень-очень медленно. В общем, все осталось в городе. А вот этот вот, а вот этот наборчик я как бы с собой захватила. Так, это мой второй набор. Я, значит, изначально покупала две магии канвы. Один у нас был львы вместе, тоже от магии канвы. Я его закончила. Вот. А это второй набор. Мне, мне лично, да, я могу вам сказать. Мне очень нравится эта работа. Мне очень-очень она нравится. Она действительно такая нежная. И мне кажется, у меня такое вот мнение, да, что вышить эту работу, оформить и повесить, допустим, где-то в детстве, в детской, это будет очень-очень здорово. Потому что, ну, это как бы мама и, я так предполагаю, ее ребеночек. Ну, очень здорово, очень нежно, очень красиво. Так, ну, прежде чем я сейчас покажу, что у меня, собственно говоря, есть, я хотела бы сказать, что, ну, как бы так, я не надеялась, что этот набор будет лучше моего предыдущего набора магия канвы, вот этот вот львы вместе. Если вы подписаны на мой канал, или хотя бы просто смотрели мое видео, вы видели, и я думаю, вы поняли, что я была тем набором жутко недовольна. Ну, в общем, я его, конечно, вышила, мне нравилось его вышивать. Набор, так, собственно, хороший, но вот что творится внутри, это я не знаю, я не могу сказать. В общем, когда вышивала я львов, я довольно, как бы, если честно, не была. Вот, но в первую очередь я не была довольно бисером. Ну, я думаю, что вы можете подумать о том, что вот я частенечко как-то недовольна вот бисером, недовольна вышивкой бисером, потому что я была недовольна вышивкой бисером львов, я была недовольна вышивкой бисером, когда вот вышивала свой этот, как он называет, господи, свой парусник. Я тоже была где-то там местами недовольна, ну, временами, так сказать. И, естественно, может сложиться такое мнение, что, может быть, это не мое, может быть, я постоянно всем, как бы, недовольна. Нет, это не так. Вышивка бисером мне очень нравится, вышивать бисером мне нравится. И у меня были до этого наборы, допустим, фирмы Кроше, и у меня был не один набор фирмы Кроше, а четыре бисерных набора фирмы Кроше. У меня был еще один бисерный набор, только я вот не помню эту фирму, когда я вот вышивала, это Петра и Февроню тоже бисером я вышивала. Я вышивала Клеопатру, Золотые ручки, ну, местами там были проблемы. И, допустим, при вышивке бисером Кроше у меня таких проблем вообще никогда не было. Вот не поверите, я вот могу сказать, и я буду говорить, вышивать бисером мне нравится, и я не всегда недовольна вышивкой бисером. И я думаю, что я достаточно обоснованно недовольна вышивкой в некоторых местах. Так, ну, сейчас я болтать особо сильно не буду, и я буду приближать к вам, что я хочу вам показать. Слов, скажем так, достаточно. Вот так вот они выглядят, жирафки. Картина, вот эта работа потрясающая, очень-очень красивая. Ну, давайте посмотрим с вами, что внутри. А что внутри? Как вы думаете, что внутри? Кстати, когда я делала видеообзор этого набора, когда я разбирала бисер, мне показалось, что бисер достаточно такой красивый. В принципе-то он неплохой. Да, но он лежал в пакетиках, и разбирать я его смотреть не стала при видеообзоре. А может быть и зря? А может быть и не зря. Посмотрим? Ну, давайте посмотрим. Ой, а ничего не видно. Оп! Сейчас я немножечко возьму, чуточку подтяну. Немножечко. Вот. Ой-ой-ой, Ленка кривуха. Так, сики. И мы с вами сейчас вот так вот немножечко штативчик подвинем. Немножечко еще приблизим. И мы сможем с вами увидеть, от чего у меня здесь получилось. Вышила, кстати, я достаточно уже... Ну, недостаточно большое количество. Ну, такое неплохое. Вот вы можете, собственно говоря, увидеть, что у меня получается. Так, все-таки давайте чуть-чуть я еще поближе вам подвину. Ну, собственно говоря, вот так вот получается. Да? Вышиваю я горизонтальными рядами. Вышиваю в одну ниточку. Вышиваю на руках. То есть, ни на раме, ни на станке, там ни на чем. И вот, собственно говоря, что у меня получается. Я могу сказать, что, в принципе, я вот так вот смотрю, ну, как вот сверху, когда смотришь в монитор или там с высоты, допустим, штатива, в целом получается неплохо, но давайте с вами посмотрим поближе. Вот, допустим, вот здесь, да? Ой. Ну, собственно говоря, о чем я хотела сказать, я думаю, что вы прекрасно видите. Бисер здесь, он не обракованный, он достаточно ровненький, да? Но у него разные размеры, и он гуляет, он пляшет по работе. Когда я вышиваю, я сейчас вот так вот еще вам покажу. Давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка смотреть. Так, ну, вот так, о-о-о, вот-вот здесь лучше всего видно. Ну, в общем, я думаю, вы увидели. Я просто на самом деле не знаю, когда я выложу это видео на канале, потому что пока у меня парусник. Вот. Пока я не знаю, когда я его покажу, это видео. Ну, так вот, что я хочу вам сказать? Ну, я не могу сказать, что бисер вот действительно бракованный, но он какой-то, знаете, немножечко разный, какой-то разный, вы понимаете? Нельзя выбрать, например, весь бисер. Ну, он еще, кстати, вот местами, ну, некоторый бисер, вот, некоторых цветов, он чуть-чуть поменьше, да? А другой чуть-чуть побольше. Но я хочу сказать, что, если честно, вот он немножечко пляшет. Но есть у меня такая маленькая надежда, что если я возьму и оформлю, в багетке натянут как следует эту работу, и бисер, ну, ляжет так, как он должен будет, ну, должен лежать. Я не знаю, но возможно. Так, вы можете еще, знаете, куда посмотреть? Что-то криво, что ли, тут. Я сейчас вам, знаете, что покажу? Вот, пожалуйста. Посмотрим мы с вами вот так вот. А вот это вот я для пробы вышила вертикальными рядами. Не горизонтальными, да, а вертикальными рядами. То есть так же, как я вышиваю сейчас, вот, вернее, сейчас вышивала свой парусник. Но я не могу сказать, пожалуй, для того, чтобы я смогла сказать вот так вот. Но бисер все равно гуляет, бисер ровненько, так прям совсем не ложится. Но, в принципе, вертикалками вышивать лучше. Но я уже вот это все вышила. Я вышила это все горизонтальными рядами. Если честно, я не могу сказать, что меня это устраивает на 100%. Но были у меня такие мысли, что вообще взять и распороть то, что я вышила. Ну, потом что-то я как-то подумала, не, ну, нафиг. Все опять это перешивать вертикальными. Ну, где-то вот здесь вот приблизительно, вот здесь вот, да. Ну, вы как видите, да, здесь отличается, не до конца дошло. Я вышивала вертикальными рядами. Скорее всего, так я вышивать и буду. Набор потрясающий. Набор очень-очень красивый. Ну, вот как вот он потрясающий, он вот именно своей, я не знаю, своим сюжетом, своей красотой. Ну, блин, это на самом деле очень классный. Очень-очень классный наборчик. Кстати, хочу, знаете, еще на что обратить внимание? Ну, так сказать, уже в завершении, да? Посмотрите, как оформлена вот эта вот канва, да? То есть, вот это вот как будто бы вот по спорту. Посмотрите, кстати, здесь, как она еще натягивается. Давайте-ка натянем ее чуть-чуть. Ну, да, будет все нормально. Ее надо просто натянуть. Она, видите, немножечко стопориться начинает. Вот, и вот эта вот, такая вот рамочка сделана красиво, это можно вот предположить, что это типа такого вот какого-то по спорту. И, возможно, например, при оформлении по спорту не надо будет делать, а можно будет оформить только вот в багет, только в рамочку. Работа очень красивая. Вот именно мне вот этот сюжет очень нравится. Давайте получше посмотрим. Это еще непонятно. Он на самом деле такой нежный. Он выполнен в таких вот... Давайте поближе. Он выполнен вот в каких-то вот таких вот цветах. Ну, действительно, он вот как-то вот веет нежностью, материнской любовью. Ну, это для меня, наверное, так. Африка жирафа, потому что тут жирафчик... Жирафенок, или как это назвать правильно? Такой маленький, так что, скорее всего, это ее ребенок. Ну, даже если это не ее ребенок, короче, будет, в общем, ее ребенка. Вот. Красивая, хорошая картина. Львы тоже были очень красивы. Маги и конвы действительно очень красивые наборы, очень красивая схема. Мне они очень нравятся. Много слов очень, да? Много. Мне нравятся, но в процессе вышивания, когда я начинаю вышивать, у меня такой вот небольшой гон уже на их бисер начинается. Возможно, и все и нормально. Как-то издалека, когда смотришь, вроде нормально. А вот когда смотришь вблизи, уже что-то как-то... Как-то что-то не очень. Я бы вам так сказала. Еще разочек я вам покажу. Кстати, вот прошу обратить внимание, но это, короче, мелочь, короче, такая, которую я заметила, да? Цвет рисунка на ткани не соответствует цвету. Могучий, красивый русский язык немножко неправильно написать. Ну ладно, не соответствует. Либо я русский знаю, да? Не знаю. Либо здесь неправильно написать. Но это не важно. Это мелочь, которую я замечала. Но вот так вот издали, мне кажется, смотрится очень нормально. И если я вышью, если ее в багетке натянута, натянуть ее должны немножечко получше. Кстати, когда я львов вышивала, я вышивала в две ниточки, и работа была какая-то вот немножечко такая, ну, пожестче, что ли. Ну, я не знаю. Мне, по крайней мере, в багетке так говорили, что она жесткая, что ее там, типа, мол, тяжело натянуть. Тра-ля-ля. Фигня это все. Уменьши натягивать, значит, натяни работу хорошо. Иначе какого фига вы работаете в багетке? Нет, это неправильно. Так, ну, в общем, я вышиваю одну нитку, она немножечко потоньше. Возможно, вот я говорю, в багетке ее натянут, и будет все получше. Бисер выровнится, ляжет, и будет хорошо. Но цвета потрясающие, очень красивые. Картинка очень красивая. Но вот, я говорю, есть кое-где. Местами при ближайшем рассматривании видно, как бисер немножечко ходит. Ходит, пляшет, танцует и так далее. Ну, вот такой вот мой первый отчет. Первый отчет на новом месте, за городом. Вот, когда я его выложу, я еще не знаю. Но, надеюсь, что скоренько я его выложу. Вот, еще разочек я вам покажу всю эту работочку. Вот такая вот работа красивая. Работа фирмы Маги Канвы называется Африка жирафы. А вам, мои дорогие, большое спасибо, что зашли ко мне на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Вот, я всем очень рада. И мы с вами увидимся уже в других моих видео у меня на канале. Всем пока-пока и хорошего летнего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok